Самарская область признана одним из лидеров в стране по национальному проекту культуры. В 2019 году регион перевыполнил многие показатели. Информацию озвучили в Министерстве культуры Российской Федерации. В совещании в режиме видеоконференц-связи также принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Благодаря национальному проекту открылись модельные библиотеки в Самаре, Сергеевске, Октябрьске, Сызрани, Обшаровке. Детские школы искусств 18 и муниципальных образований получили новое музыкальное оборудование. В пяти районах области появились автоклубы. В ведомстве также подвели итоги деятельности рабочей группы Госсовета по направлению культура. Ее по поручению президента возглавляет Дмитрий Азаров. Многие предложения, оформленные участниками, нашли отражение в поручениях главы государства Владимира Путина. Например, включить в нацпроект строительство и модернизацию детских школ искусств. Это поручение прозвучало в послании президента 15 января. Кроме того, теперь педагоги ДШИ в селах и малых городах имеют право на получение миллиона рублей по программе «Земский учитель». Федеральное ведомство и 63-й регион тесно сотрудничают не только в рамках национального проекта. Совместная работа ведется по восстановлению памятников архитектуры. Только за последние годы в Самарской области 16 таких зданий было восстановлено, либо работа еще продолжается. Это здания очень значимые для истории, культуры региона. Это и соборы, это и общественные здания, в которых сегодня вновь есть жизнь, они наполнены культурными событиями. Яркий пример – молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль». Он разместился в здании 19 века. В 90-е памятник архитектуры серьезно пострадал из-за пожара и до недавнего времени находился в упадке. В 2018 году, благодаря совместным усилиям федеральных и местных властей, здание предстало уже в новом облике. Теперь там проходят концерты и занятия для студентов творческих специальностей.